Товарищи, тогда по-другому объясню. Запомните, с 2003 года во все медикаменты в состав таблеток начали добавлять вещество под названием тальк. Все читайте. Раньше шел пищевой крахмал. Помните, таблетки были мягкие, пальцами ломались? Сейчас какие дубовые, их не разгрызешь. Так вот, товарищи, объясняю. Вот этот тальк, это детская присыпка, это цемент. На него капнуть водой, он цементируется. И вот я почему сказал, мне гипертоников жалко. Они, когда каждый день пьют эту таблетку от давления, у них сначала эта талька седает на стенках животы и кишечника. Из-за этого происходит понятие непроходимость, по-русски говоря, запоры. Кто пьет таблетки, с этим сталкивается. И самое плохое, тальк в таблетках седает на засудах головы и сердца. В засудах появляются тромбы, тромб отрывается, происходит инсульт, инфаркт. Вот, товарищи, к чему приведет каждый день прием медикаментов. Я вас поэтому не пугать приехал, а только предупредить. Я вам, товарищи, с богатым жизненным опытом, вы жизнь прожили. А я вам только как молодой специалист хочу подсказать, как дома, без таблеток, стабилизировать высокое давление, приступы сердца снятия, головную боль у себя дома, без таблеток. Кому интересно? Мне. Записывайте, запоминайте. Милая девушка, потом все видео по 100 рублей. В первую очередь, товарищи, всем хотел подсказать от высокого давления, от гипертонии. Как на целые сутки давление можно дома стабилизировать, чтобы таблетку не глотать? Запоминайте. Берете дома, перед сном. Почему девушки и мужчины перед сном? Потому что инсульт инфаркт. Когда приходят? Правильно, милая моя. Ловки. С трех ночи до семи утра. Объясняй, почему так. Действие любой вашей таблетки от давления, товарищи, бать, 3-4 часа. Вы же ночью по 2-3 не пьете. Поэтому под утро. Конечно, вы все знаете. Потом 4 инфаркта и перенесли. Все знаете. Молодцы. И, товарищи, и поэтому хочу всем сказать, поэтому хочу всем сказать. Когда у вас давление повышается, внутри сосуды сужаются. И что делать? Берете перед сном 9% уксуса. Есть дома? Не знаю. 200 грамм, целый полный стакан. И стакан берете обычной воды. И смотрите, что делаете. Смешиваете один к одному. Стакан уксуса, стакан воды. Чтобы у вас получилось, как на пельмени, кислая вода. Чтобы язык терпел. И в этом уксусном растворе все штины носки есть. Вас вяжете. Только чистые и нитранные. Хорошенько прополощите и отожмите, чтобы с них не текло. И вот эти, девушки, влажно-уксусные носки, пожалуйста, перед сном на 10-15 минут. Для чего? Вот здесь у пятков у каждого человека проходят самые толстые сосуды. А уксусный раствор вместе с шерстью вам на целые сутки их расширяет. И у вас целые сутки кровь идет по большому кругу, а не только в голове. И целые сутки давление не беспокоит. Запомнили? Детям уксусом помните, что делали? Да. Температуру сбивали. То есть, товарищи, когда вы ребенку протирали грудь и спину, у ребенка поры расширялись, изнутри жарко ходит. Тот же самый смысл, только на ноги. И у вас кровь от головы уходит по большому кругу и целые сутки нет давления. Запомнили? И синхронический уже этим не поможет. Милая дама, если у вас хронический, если у вас хронический, сколько лет? 35, наверное. 35? Я имею в виду, идет это давление. Да. И заползли из них. Я просто почему вам хочу сказать, я у вас еще раз говорю, идет с улицы Ленинградской, я эти рецепты уже людям подсказал. Мне через два месяца уже ваши соседи такого же возраста, как вы не моложе, написали благодарственные письма. На 30 единиц давление понизили. Вот этим, что ли? Да, да, да. Товарищи, второй рецепт, пока... Это когда давление поднимается? Нет, бабушка, это каждую ночь, каждую ночь, ты же таблетку от давления каждый день пьешь, каждую ночь, перед сном, просто на 15 минут одела влажный, полежала, снимаешь, и целые сутки потом давления нету. И каждую пили сном каждый день просто повторяете. Понимаете? Только, товарищи, пишите все правильно, о том, что женщина звонит, говорит, Олег, я носки-то взяла, прополоскала, думала, давление-то в голове, а носок-то горит, не налазит. Поэтому это все равно надо, и не путайте. Товарищи, второй рецепт, сразу всем хочу подсказать, чтобы вы поняли, почему все гипертоники, кто пьет таблетки от давления, вы все вылите сердечниками. Потому что все таблетки от давления какие? Мочегонные, гиуретики. Когда пьешь от давления, куда? В фото, в туалет. А вместе с жидкостью из сердца выгоняется калий и магний. То есть, когда вы пьете от давления, свое сердце убиваете. Потом выписывают еще кардиомогнил дополнительно, чтобы на 3-4 тысячи больше выкупали. Вот такой бизнес. Поэтому, сейчас атмосферное давление меняется, на кого влияет на сердечников, нерябов, вы упадете. Что прохожие скажут? Я, наверное. А часто скажите, сейчас руку подадут по мощи? Нет. Вот люди в возрасте подадут, а молодежь мне говорят, Олег, подбегут многие, просто по карманам еще прошарят и все. И заберутся. Вот, вот. В этом случае, что можете сделать? Руку поднимите, у кого есть дома белый тушистый горошек? Есть дома? То есть, товарищи, не путайте, есть черный мелкий, а тушистый, это который побольше. В огурцы, в помидоры, в засолки. Придете, девушки, домой, разложите себе в кармашек по одной, по две перчины. Места много не занимает, есть пить не просит. Но в любом месте, дома, на улице, вы почувствовали, оброчем грудь давить, сердце колет, отдает под лопатку. Это приступ. Берете из кармана перед тушистый горошек, его надо пополам прокусить на две половинки и ложите под язык. Две минуты, приступ сердца отходит. Запомнили? И в отличие от нитроглицерина, нитросорбита действует 10 раз быстрее, вреда здоровья не несет. Только девушке, гладать не надо, две минуты под языком и сплевываете. Под языком находятся рецепторы, которые отвечают за сердце. Из-за этого приступ отходит за две минуты, только без таблеток. Запомнили? Ну и, товарищи, и хотел еще всем подсказать о головной боли. Голова заболит, таблетку не пьете, идете на кухню в холодильник. У холодильника есть дома? Нет, не поможет. У вас, товарищи, на холодильнике у многих висят маленькие магниты цветные. С дети играют, поняли? Голова заболит, возьмите два магнита таких, с левой рукой и правой. И вот так пальцами приложите к левому и правому виску, вот так, на 10-15 минут. Держите два магнита, у вас вокруг головы вот так создается магнитное поле, и головная боль проходит за 15 минут. Это на себе проверял, помогает. Запомнили? Ну, честно скажите, сколько лет вы эту химию пьете, вы что-то вылечили? Сами себе признайтесь, да ничего. Одно лечит, другое колечит. Да, товарищи. А вот благодаря моим рецептам, я просто вас прошу, хотя бы от 50% химии откажитесь и народными средствами помогите себе. Но самый главный враг, хотите, скажу, кто у нашего брата? Лень. Лень заваливать, лень запаривать, лень летом в лес ходить. Легче же выпить таблетку на диван сериал смотреть, это же проще. Вот поэтому, товарищи, у нас сейчас... Вот поэтому, товарищи, я и хочу сказать, из нашего брата сейчас делали наркоманов, мы не за лечение, а вы просто задолзли с каждой пенсией в аптеку и по полпенсии на это тратите. Вот, товарищи, что хотел объяснить. И, товарищи, запомните, еще, товарищи, какой хотел вопрос задеть? У вас пообещали прийти 12 человек, у вас половина не смогла выйти физически, у вас очень много больных людей, которые вот так по квартире-то ходят. Поняли про кого? Поднимите вопрос сначала, те у кого суставы еще не болят? Не болят. У меня не болят. Ну вы же молодой. Какой молодой? Полжизнь не прожил, вы что? Не надо пока. Бабурика, а нас не болят, молодцом. А у кого болят, руку поднимите. За всех. За всех не говорите. Дома чем тогда лечите суставы? Что мажете? Кетонал. Кетонал. Я почему вас спрашиваю? Вот вы, 68-й дом у вас, Калинина, женщину говорю, с чем вы лечите? Телевизором. Я говорю, как так? Как рано, что ли, подносите грейки или кашпировку? Помните, как раньше? Она говорит, нет. Олег, включаем сейчас рекламу. По рекламе сразу что начинается? Честно. Фастугель, быстругель, капсикам, хатроксид, леотон, лошадиные, пчелиные, хатроксид. Бесконечное количество. А вот вам хотел сказать, почему вообще суставы болят? Почему вы себе мазью делаете только хуже? Объясняю. Под коленной чашечкой находится межуставная сумка и межуставная жидкость. Вот эта жидкость суставная после 45 лет не вырабатывается. Предел. Из-за этого сустав скрипит и хрустит, смазки нет, нам больно ходить. А когда вы берете мазь, вы этот процесс просто ускоряете. Каким образом? Начинаете мазать, мазь греет, прогревает, а греть уже не надо, когда болит. Она расширяет поры, греет и вместе с потом остатки жидкости забирают. Особенно ваш питанал. И чем больше мажете, тем больше хрустят. Это хоть замечаете? Товарищи, и после этих ваших мазей, когда перестанут помогать, вас сразу врачи садикируют на уколы. Здравствуйте. На уколы. Сейчас самое распространенное. Знаете, что вы хотите? Да, да, да. Подруга у меня, Диана. Бать, проходишься надо. Будьте ленку по медицине, если есть. Маски, бать, вот там есть. Надо? Саша соблюдается. Да. Товарищи, и вот после этих уколов я просто сразу всех хочу предупредить, и клофенах, клофен разной блокады и вставят в суставы или в поясницу. Просто нестероидное обезболивающее, чтобы вы знали. Вокруг сустава убивает нервное окончание, вы просто боль не чувствуете, а болезнь прогрессирует. И после этих уколов у человека начинается деформация. Ноги потом видели, вот так уже колесом выгибает. Поэтому, товарищи, просто будьте аккуратны. Если интересно, я вам 2-3 рецепта от ваших суставов могу подсказать. Кому от суставов интересно? Тогда записывайте, задуменяйте. Интересно, как все. Товарищи, зад-огород, если у вас есть, если у кого есть, к вам поедем, у вас скажите только честно, есть такое редко растение, нигде не встречается, хрен называется? Есть, конечно. Мне, как ваши заседи 60-х слова, сказали, Олег, у нас у тебя улица хреновая. Поэтому, смотрите, товарищи, листья хрена не нужны. Нам нужен только корень. Вот этот белый под землей. Берете корень хрена, провернуть нужно на мясорубке, чтобы получилась каша. Ету кашу завернуть в платок или в марлю, чтобы компресс получился. Компресс. И на место, которое болит, вот здесь сбоку сначала смазать маслом. Лучше растительным для чего? Чтобы не отжавал. Правильно, петелка вам. Чтобы ожавля не было. И прикладывайте компресс на 10-15 минут. Долго девушке держать все равно не надо. 10-15. Болеть не будет, как сустав, целый день. 5-8 часов вообще не болит. Поэтому, товарищи, я не говорю, что вы этим корнем хрена лечите, вы также обезболиваете, но без взгляда для здоровья ты сустав-то уже не сушит, хуже не делает, как мазь. И самое главное, что для пенсионеров? Это же бесплатно растет, только копай и копай. А в аптеку сейчас без тысячи рублей нечего ходить. Вообще. И, товарищи, второй вам хотел рецепт подсказать, пока зимой будет хрен под снегом лежать. Бананы кушаете? Диабета с сахаром у них у кого нет? Нет. При диабете бананы кушать нельзя, если кто-то и не знает из родственников. Бананы очень сильно сахар поднимает. Предупредите, если кто-то не знает. А, я кушаю банан. Вот если есть предпосылки к диабету или сахар прыгает, лучше не кушать. Бананы очень сильно сахар поднимают. Поэтому лучше не надо, если уже есть расположенность. Поэтому, товарищи, нам банан не нужен, кожура нужна. Куда кожуру девайте, когда банан съедет? Соседу подберет, да, чтоб пошел, черт побери. Сейчас смотрите, выкидывать не надо. Берете одну кожуру банана и всего лишь 100 грамм спирка содержащего средства. Как вы и сказали, водка, спирт, самогон. Любое, главное, выше 40 градусов. И смотрите, что делаете. Кожуру банана положили на разделочную доску. Ножом измельчайте на мелкие-мелкие части и заливайте вот этими 100 грамм водки или самогона. И убрать настояться на полторы-две недели. Закрывать не надо. У вас, наоборот, за две недели весь спирт испарится, а там получится такое желеобразное, как мазь-гель-вещество. Берете эту мазь, вода к себе только наносите, она к вам в сустав впитывается, все питательный несет. Обратно не испаряется. Боли не будет 18-20 часов на целые сутки. Запомнили? Вот такая мазь. Товарищи, а вы вообще молодец от Упраздина. До гимнастики дойдем. Ну, как у вас. Товарищи, и вот сразу я всем хочу сказать, пишите все правильно и записывайте, потому что, опять же, у вас соседи звонят, говорят, мы с дедом сразу, бабушка, литр у нас стояли, каждое утро пьем, пьем, пьем. Это наружное. Не путайте, не внутрь. И хотел вообще спросить, товарищи, как в поговорке у нас говорится сейчас все болезни от чего? Все болезни от? Нет. Правильно. Пятеркова. У нас сейчас, у нас сейчас, товарищи, только язва от удовольствия от того, что мы едим колбасу, которую кошки не едят. Вот от чего язва. А все остальное от нервов. А где находится центральная нервная система, кроме головы? Позвоночник. Мы такие в голове. Это значит... Позвоночник, наш толк в жизни. Вас ко мне на две минуты можно? Идите сюда. Мужа нет рядом? Это он ушел. А это ваш, который в очках стоял? Да, да, да. И в рабочей одежде, да? Нет. А вы все учите. Или который вот, больше всех ругался? Нет. А, больше всех ругался, то вот. Это... Товарищи, и всем хочу показать, внимательно смотрите, вот наша центральная нервная система, это наш позвоночник, называется стол к жизни. Скажите ваше мнение, как считать, если надо садить позвоночник, могут ноги отказать? И руки откажут, и жидкий стул, и тошнота, и рвота пойдет, если вы что-то сделаете от позвоночника. Мода отличается, и весь организм. И разделен на три отдела, шейный, грудной, поясничный. Шейный отдел за что отвечает? На нога. И наши руки, верхние конечности, грудной, это органы дыхания, пищеварения, сердце поджелудочное, все, что под грудной клеткой. И поясничный за что? Мочи, лодящие пути, почки, и наши ноги, на чем ходим? Ну вот вас погладил, глаза заблестели, на 5 лет помолодели. Проходите. У вас-то вообще нащупнулось огромное. Товарищи, и вот вместе с вами сейчас нащупим корень нашей болезни, и сами нащупайте. Много у вас болезней, или кто-то поменьше накопил. Чтобы всем нащупать, надо всем поднять. Правую, левую руку, все-все-все поднимайте. И вот сюда себе все вот так вот запрокиньте. Что все здесь нащупали? Шишку. Вот. Вы молодая. А мне ваши засиди сегодня как только не говорили. Шишка, хохолок, бугорок, верхний копчик. Одна женщина, знаете, как сказала? Это как муж 25 лет назад сел, так и слазить не хочет. Товарищи, а по-новущему запомните, вот этот горб, вот эта шишка, это не жир и не сало, это обложение соли и шлапов. Называется остеохондроз. И вот этот товарищ остеохондроз, вот эта шишка у каждого человека растет с 6 лет. Как мы с вами пошли в школу, из-за сидячей осанки, из-за парта с первого класса, из-за сидячей, он, у нас эта шишка горбкой растет. И смотрите, что происходит. У более полных, точных, толстеньких людей, у них горб наружу торчит. Они поэтому видят, говорят, у меня вон какой горб. А у худых, которые худые, у них наоборот внутрь расстается, поэтому худые не могут начупать. Видели у худых потом на груди начинает возле шишка торчать? У худых хондроз расстается внутрь, это еще хуже. И самое плохое, что делает хондроз? Смотрите, у каждого человека в шее слева и справа проходят сосуды, коронарные артерии. А вы представьте, горб, шишка растет посередине сосудов и каждый год он все больше. Что он будет делать с сосудами? Сжимать. И чем мы старше, у вас хондроз все больше, а сосуды в шее с каждым годом все тоньше и тоньше. Именно из-за хондроза кровь в голову все хуже поступает. В первую очередь появляется шумбуша, галла в окружении, бессонница, ловит затылки. На хрусталик глаза кровь плохо поступает? Из-за этого развивается катаракта, садится зрение. Поэтому сколько вы когда хрусталик не меняете, это все бесполезно, потому что из-за хондроза новый хрусталик опять не пойдет и через 3 года он опять помутнее. Садится вслух, мы начинаем плохо слышать, выпадает волосы, выпадают зубы. А самое страшное это склероз и атеросклероз. То есть клетка мозга крови не хватает, клетка умирает. Из-за этого наша память не пропадает. И чем-то старше человек, тебе память и что? Потому что хондроз все больше. Вот отсюда и все. Как вы это просите устраиваете? А, вообще сейчас я хочу подсказать. Я вообще просто хотел дальше что он делает? Чтобы было вам понятно, что эти таблетки бесполезно пить. Товарищи, мы не речим хондроз шейнамодели, дальше он впускает что в грудное тело. И эта опухоль давит на грудную клетку. Что появляется? А вы папиросы курили? Не баловались? Вот. Я девушке всем хочу сказать. Если вы проходите 100-200 метров и вы задыхаетесь на второй этаж, на третий подняться и не можете чтобы не передохнуть. Это и есть переприз на грудного хондроза. Он изнутри давит на грудную клетку. Мы из-за этого вздохнуть не можем. А потом хронические заболевания такие как астмин, бронхиальная астма и остеохондроз изнутри давит на сердце. Отсюда и шемеси на кардне и ритме. И когда в поясничное тебя спускается, там бронхиальная астма, куда забивать соль и шлаки? Отсюда появляется не с того, в первую очередь, камни в почках. Он начинает свои шлаки в камни. Мужикам давит вот сюда, появляется донона простатит. Поэтому девушке сразу всем хочу сказать, у кого дома может я супруги. Не доводите, пожалуйста, с этой, если думаете, что это шутки, все, и рукой можно махнуть, не надо. А донона простатит переходит в онкологию, в раковую опухоль. От этого мужик может просто загнуться. Поэтому не доводите, хоть это вроде списка проблемы. Ну и если у нас в поясничном все сдавило, кровь-то куда не пойдет? В ноги. Вот из-за поясничного хондроза к вашим суставам не проходят какие-то качества, из-за этого смазки нет. Из-за поясничного хондроза кровь не идет к мышцам, из-за этого постоянной судороги. Из-за поясничного хондроза кровь не идет к ногам, из-за этого ноги холодные и морзнут. Называется это атеросклероз нижней конечности.